Столб православной церкви Иоанн Кронштадтский Всенародно чтимый пастырь и праведник Это было в 1883 году Страдая вместе с женою, около четырех лет ногами Я прослышала про дивную силу молитвы отца протеерея Иоанна Сергиева Тягунов озненил искреннее желание пригласить этого доброго пастыря к себе на квартиру Только не знал, как приступить к выполнению своего благого желания Однако нашлись добрые люди, посоветовавшие родителям Тягунова Предварительно повидать с Кавригиной Которая вскоре же и посетила их Одобрила благое намерение Вызвалась сама посодействовать скорому приезду отца Иоанна В то же время предупредив, чтобы они внимательно относились ко всем советам протеерея Который в тот же день и приехал Помолившись об их исцелении, побеседовал о спасении души Отец Иоанн предложил болящим приехать в Кронштадт На что они с радостью изъявили было свое согласие Но неоднократно собираясь ехать в Кронштадт, они каждый раз были чем-либо отвлекаемы или задерживаемы Да к тому же порешили, что и в Петербурге есть свои священники Об этом узнала Парасхева Ивановна И придя к Тягуновым, настояла, чтобы они немедленно же ехали к отцу Иоанну Что было ими исполнено Каково же было их удивление и стыд Когда они, подойдя в Кронштадте к отцу протеерею Сергию под благословение Не только не получили у Онова, но и были облечены им в сомнении и невнимательности к своей душе И небрежностью к духовенству Получив такой нравственно-получительный урок И видя перед собой избранника Божия, проразумевающего сокровенно их помыслы Тягуновы поспешили раскаяться в своем заблуждении и легкомыслии И получив прощение и наставление от отца Иоанна Сподобие приобщиться святых христовых тайн Пригласили прозорливого пастыря на квартиру помолиться и осветить воду Что добрый отец протеерея с охотой и исполнил Видя полное их раскаяние После этого, напутствуемые его благословением Они возвратились в Петербург исцеленными от своего недуга С того же времени Тягунов вполне убедился в силе молитвы отца Иоанна Сергиева Многие люди, стремясь к отцу Иоанну Но в то же время рабея и стесняясь его Откровеннее и проще могли объяснять все о своих задушевных тайнах Поразкеву Ивановну, которая была так близко по духу к досточтимому пастырю Ясно, что усопшая почтенная Поразкева Ивановна послужила путеводным указателем такого великого светила в духовном мире Каков глубоко уважаемый и достопочтеннейший отец Поразкевы Иоанн Ильич Сергеев Так во время знакомства моего с отцом Иоанном Сергиевым продолжает Кудрявцев И старицы Поразкевы Ивановны Вся моя семья страдала от различных недугов У меня был сильный застарелый ревматизм во всем теле Чувствовалась нестерпимая боль в голове, груди и ногах Жена была какая-то расслабленная и не имела аппетита Дождь была бледна, худая, изнурена, таяла, как свечка изо дня на день Я обратился к содействию старицы Поразкевы Которая, укрепив мою веру в силу молитвы отца Иоанна Привезла его к нам на квартиру Причем отец протоиерей, едва войдя в комнату, сказал Что день его посещения будет и днем исцеления моей семьи Потом побеседовал с нами, отслужил молебен и благословив всех нас уехал По отъезде дивного отца протоиерея мы все, постепенно укрепляя силы его молитвы Освободились от своих недугов, пользуясь и по настоящее время прекрасным здоровьем Тягунов вместе с женою совершенно исцелились от своих болезней ног и головы Благодаря чудодейственным молитвам любвеобильного пастыря и теплому родственному участию Поразкева Ивановна Кроме моей семьи и Тягуновых Получили полное исцеление, долгое время бесполезно пролечившись следующие лица Некто, лежавший долго и напрасно в больнице от многолетней внутренней болезни Трактильщик от расслабления и ревматизма в ногах Столяр от семилетней головной боли, не дававшей ему покоя ни днем, ни ночью У него же исцелилась долгое время, не начинавшая ходить, больная от рождения дочь Затем один ремесленник и женщина исцелились от долголетней болезни сердца и головы В числе получивших полное исцеление были и такие лица, болезнь которых самая медицина признана неизлечимой Так один подрядчик плотничных работ, ныне уже умерший, 12 лет страдал грыжей Две женщины, падущие болезнью, все трое совершенно исцелились от своих неизлечимых для человека, но не для Бога, болезней Все эти исцеления и благотворения совершились по богоугодным молитвам любвеобильного пастыря А ключом, двигателем и путеводителем для всех этих людей была все та же преснопамятная И дивная по жизни старица Пороскева Ивановна Кавригина Жена одного матроса, выданная неповзаимной любви замуж, ненавидела своего мужа, не слушая увещаний ни родных, ни знакомых Жизнь ей была лишь в тягость Так продолжалось два года, пока не привел ей Бог познакомиться с Пороскевой Ивановной, которая, очень сочувственно отнесясь к ее супружескому горю, посоветовала ей пригласить отца Яна Сергиева на квартиру Добрый пастырь приехал, отслужил молебен, назидательно побеседовал с обоими супругами И перед отъездом своим благословил их, после чего жизнь их совершенно изменилась к лучшему Они до сих пор живут в мире любви и согласии А когда солдатка эта забеременела, то старица Пороскева предрекла ей, что у нее родится сын и ее крестник Что в точности вскоре и сбылось Ревнуя о прославлении протеерея отца Яна Сергиева во всей России Коврегина движет благодарные сердца, получивших исцеление и другие блага по молитвам отца Яна А повестить обо всем этом верующему православному миру через газеты Возложив все хлопоты по этому делу на меня, Стегуновым Благодаря нашим хлопотам в скором же времени самая популярная газета «Новое время», отвлекнувшись первой 20 декабря 1983 года за номером 2807 Напечатала благодарственное заявление, которое передается здесь целиком Для большего удостоверения и назидания желающим На память потомству и вечную благодарность изобвенному отцу протеерею отца Сергееву Иоанну Отцу и преснопамятной старице Пороскеве Ивановне Благодарственное заявление Мы, ниже подписавшись, считаем своим нравственным долгом Засвидетельствовать искреннюю и душевную благодарность протеерею Андреевского собора, что в городе Кронштадте Отцу Иоанну Ильичу Сергееву За оказанное нам исцеление от многообразных и тяжких болезней, которыми мы страдали И от которых ранее не могли нас исцелить медицинская помощь Хотя некоторые из нас подолгу лежали в больницах и лечились у докторов Но там, где слабые человеческие усилия являлись тщетными Оказалось, спасительное и теплое вера во всемогущество Целителя всех зол и болезней Не спасавшего нам грешным помощь и исцеление Через посредство достойного перед Господом благочестивого Отца Протеерея Святыми благотворными молитвами и у этого Так много заслужившего перед Верховным Зиждителем всех благ Подвижника Все мы не только получили полное избавление от угнетавших нас недугов телесных Но некоторые из нас чудесно исцелились и от немощей нравственных Бесповоротно увлекавших их на путь порока и погибели И теперь, укрепленные столь явным знаком Божьего к ним милосердия Почувствовали силы оставить прежнюю греховную жизнь И пребывать более твердыми на стези честного труда и богобоязненного поведения Считаю особенно полезным для назидания многих в наше маловерное время Заявить во всеобщее сведение о таковом видимом проявлении Неустанно пекущегося о греховном человечестве всеблагого промысла Божия Признаем неуклонным долгом перед лицом всех Заявить свою глубокую благодарность столь многое помогшему преподобному отцу протоиерею Прося его и на будущее время не забывать нас грешных в своих молитвах Вместе с тем, стараясь памятовать, сами сообщаем и для других Единственный преподанный нам многодостойным пастырем-исцелителем При наших к нему обращениях Высоковрачующий спасительный совет Жить по Божьей правде и как можно чаще приступать ко святому причастию Вот что было напечатано в новом времени О благодатной и целительной силе молитвы Достоуважаемого и сильного перед Богом молитвенника Отца протоиерея Иоанна Сергиева Под заявлением были поименованы раздельные 15 лиц Которые получили исцеление и другие благодеяния По молитвам этого пастыря С рассказом и о самых исцелениях В 1884 году исполнилось 30 лет служения отца Иоанна Сергиева в священническом сане Приближался день его ангела 19 октября В тот же день назначено было открытие в Кронштадте детского приюта под названием Ясли Старице Пороскево восхотелось ознаменовать и сей торжественный день И посчитать достославные и неутомимые труды кронштадтского пастыря Сообщила она эту заветную мысль другим И скоро эта мысль стала делом Не так, как при 25-летнем юбилее Ибо отца Иоанна знала уже не одна столица и Кронштадт Да и Пороскева Иоанна была усердно принимаема во многих домах Санкт-Петербурга Первым из крупных жертвователей откликнулся на благое дело заводчик Кулагин, давший 100 рублей По совету Ковригиной положили поднести отцу Иоанну также на перстный крест по подписке Смотря по усердию жертвователей При сборе денег принимали участие две противоположные партии Одна вызывалась на сбор сама, другая же наметила для сбора Старица Пороскева Другую Первая партия, зараженная самолюбием, не имела вовсе успеха Зато во второй доброходные жертвы дарствующих и благодарных превзошли всякие смелые ожидания Намеревались поднести крест в 700 рублей, а собрали 2000 рублей При поднесении креста отцу Иоанну необходимо было по принятому обычаю произнести какую-либо приветственную речь Для усердно любящих и твердо верующих нет преград Старица, долго не думая и благословясь, обращается с просьбой о составлении речи к известному столице проповеднику и магистру Отцу протеерею Вознесенской церкви Михайловскому Который сам, благоговея перед отцом Иоанном как истинным и добрым пастырем С радостным удовольствием исполнил нашу просьбу Помянув в речи также доброе участие Пороскева Ивановна в прославлении дивного пастыря Однако по зависти исконного врага нашего дьявола Таковое упоминание Старицы Пороскевы в речи послужило яблоком раздора для предварительных слушателей речи Так как многие, ослепленные духом прозорства к низшим себя по положению Находили несовместным ставить рядом имя столь высокопочитаемого и ученого пастыря С именем худородной и неученой Старицы Не ведая того, что немощное и худородное миро избрал Господь и безумное, чтобы посрамить крепкое и премудрое Спор был разрешен самим отцом Иоанном, который, духовно сроднившись мыслями со смиренной подвижницей Напротив, благодарил за упоминание имени Пороскева Ивановна и требовал, чтобы имя ее было оставлено и непременно произнесено в речи, которая была отпечатана в Кронштадтском вестнике 21 октября 1984 года за номером 127 Содержание речи было следующее Ваше высокопреподобие, глубоко уважаемый отец Портоирея Иоанн Ильич С чувством благоговения, сыновней радости, как и всегда, предстоим перед вами и в настоящие минуты Приветствую вас со днем вашего ангела от чистого сердца Мы просим Господа, да продлит он дивную, дорогую всем верующим жизнь вашу на многие лета Во спасение вашего духа, во освящение, назидание, исцеление обремененных и грехами многими, и недугами тяжкими Настоящим днем мы пользуемся, чтобы выразить вам свою благодарность и искреннее уважение к вам Не тайно, что вам, добрейший отец наш, по вере вашей дается благодать, целить не дух и язву в людях Не тайно, что ваши молитвы мирослабленные укрепляются, болезни проходят, бесы прогоняются, унылые утешаются Семейство умиротворяется, благоденствие в жизни иных водворяется, грешники закоснелые вразумляются Оставившие храмы, забывшие покаяние, надолго погрязшие в бездне, беззаконии Со слезами будного сына возвращены вашим влиянием на лоно Матери Церкви Православной И ведут благочестивую жизнь Ведомо, что вы неустанно трудитесь во славу Божию Что притекающая к вам с верою в Бога и надеждой на Его помощь При вашем священном участии и действии удостаивается Божие благословение И вы сами спешите на помощь всюду по мере ваших сил И убогая хижина и большие богатые дворцы видят вас, воздевающим преподобные руки ваши на молитве о болящих Вы желаете быть всем, все, дабы, по крайней мере, спасти некоторых И поверье ваше бывает вам Через вас вера в православных крепнет, неверие обличается, честь священства восстановляется Слава Богу устами маловерных возвещается И вся Церковь Христова радуется Что не оскудевает преподобные на земле Что вы, любя Бога и ближнего всей душою, не ищите своего Говорим все это мы, не желая стеснить ваше смирение Что же нам делать, когда от избытка сердца уста не могут неглаголовать Как не скрыла от людей ваша благочестность Близости к Господу единомысленная вам душа старится, рабы Божии Пороскевы Простите нам, благодетель наш, подвижник Божий Что мы осмелись перед вами изображать вас Веруем, что не без борьбы и не без крестов и страданий течет и ваша жизнь Видим, что многими скорбями подобают войти в Царствие Божие Поэтому мы благодарны вам в единении Духа с вами Не желая ни на минуту быть без молитв ваших Просим ваше высокопреподобие Приняйте от нас на память о нашей сердечной преданности к вам этот святой крест Любовью воздвязаемой, слезами радости орошаемой И блажестным владыкою благословенной Живите, пастырь наш добрый, долго-долго на славу Божию во спасение ближних Мы веруем, что молитва ваша много может пред Богом Только два года после этого приветствия прожила почтенная Старица Умилительность, следя за деятельностью отца Иоанна Сорадуясь благопоспешности его молитвы и силы его веры В духе своем она предвидела еще большую славу и большую отца Иоанна В последние месяцы жизни своей часто говорила Как мне хотелось бы прожить еще два годика, чтобы видеть, как будут стекать к отцу Иоанну Сергию тысячи людей Встречать его и провожать огромными толпами Отец Иоанн Сергий ежедневно навещал болящую Кавригину по своему обыкновению, беседуя о Боге О небе, о душе, о покаянии и загробной жизни Больная смерти не боялась, она к ней из млада приготовлялась Живя в Боге и добрых делах девственницею Отходя к Господу, невестою Христовою Кроме бесед с отцом Иоанном, которого она просила по смерти ее Сказать в назидании верующим надгробное слово И неоднократно от этого дивного пастыря при общении святых христовых тайн Старица Пороскева все остальное время проводила в богомыслии, чтении и пении псалмов За которыми она и отдала душу Богу 24 сентября 1986 года В день памяти святой Иоанна апостольной первомученицы Феклы Житию и апостольским подвигом которой Она всю жизнь свою старалась подражать Знаменательно, что отец Иоанн каждый раз, приходя на Панихиду Кавригину Говорил ей при гробе здравствуй И вот твердо веровал, что девица не умерла, но спит Погребение Пороскевой Иоанны было, хотя и скромное, но слишком многолюдное А отдать ей последний братский долг благодарность, благоговение и вознесение молитвенную память Собрались не только все знавшие ее в Кронштадте почитатели Но из Петербурга приехали многие, оставившие свои обычные, преимущественно торговые занятия Так отошла ко Господу одна из современных нам подвижниц И в мире спасавшаяся, как голубица в ковчеге Ноевом Над ней в точности исполнилось изречение святого Иоанна Богослова про самарянку Фатинию Что от града того многие уверовали в него, по слову жены свидетельствующей Да будет ей от нас вечная благодарность за достойнейшего отца Протеерея Иоанна Ильича Сергиева И память вечная ее прозорливости, смирению, терпению и любви к ближнему Слово сказано Протеереем Иоанном Ильичем Сергиевом на погребении девицы Пороскевы Ивановны Ковригиной В церкви при Доме Трудолюбия в Кронштадте 27 сентября 1886 года Не умерла девица, но спит, так сказал податель века и дыхания на земле И начальник общего воскресения из мертвых человеческого рода, Господь Иисус Христос Когда его ввели в комнату, где лежала умершая дочь Иаира Девица не умерла, но спит, сказал он, провидя победу свою над смертью Расплившую нашу природу и имевшая тот час последовать чудесное воскресение этой девицы из мертвых Это же сказал бы Господь наш и теперь, если бы Он, видимо, пришел к нам и увидел сию умершую рабу свою Пороскеву С уверенностью говорю это потому, что, с одной стороны, и в самом деле смерть наша Со времени воскресения из мертвых Господа Иисуса Христа попрана И стала сном, успокоением от трудов для всех В вере и благочестии поживших и скончавшихся С другой, и в особенности потому, что эта умершая почти всю жизнь провела так благочестиво и так благоплодно Что смерть, о которой она предварила многократным исповеданием и приобщением святых тайн, плоти и крови Христовых Действительно стала для нее утешением, сном, упокоением от трудов И я уповаю, что дух ее теперь радуется сложить в себя бренную и тяжелую оболочку плоти Радуется в уповании бессмертия и воздаяния по делам и созерцания славы лица Христова Итак, прими от нас привет тебе, раба Божия Пороскева От всех здесь собравшихся с переходом в твою страну бессмертия и вечной жизни Которая ты так всегда желала Если обретешь дерзновение у Господа, помолись Ему о нас, странниках земных Да и нас подобит перейти туда в мире, оправданными Его благодатью и кровью Не задолго до твоей кончины ты просила меня, раба Божия Пороскева Сказать слово при провождении тебя в другую жизнь Разумеется, с тем, чтобы собравшиеся проводить тебя Получили назидание и утешение в самой кончине твоей Правда не только жизнь твоя, но и смерть твоя для всех знавших тебя Весьма назидательна и поучительна Ты своим словом и примером многих привлекла к Святой Церкви и благочестивому житию Многих научила счастье исповедовать и приобщаться святых тайн для укрепления в христианской жизни И скончалась ты мирно и назидательно, с молитвой на устах И в твердом уповании на милость Божию к тебе и по смерти Ты не боялась смерти Ты торжествующим духом встретила ее, как благовестницу Божию Прими же от нас, как последняя тебе дань Сии погребальные моления и пения Да во дворе Господь души твои в селениях праведных Откуда отбегает болезнь, печаль и воздыхание Аминь Празднование 35-летия священства протеерея отца Иоанна Сергиевой 1855-90-е годы Еще с вечера 11 декабря 1990-го года Кронштадт представлял собой необычайную и по многолюдству картину Все гостиницы были переполнены, так что не представлялось ни малейшей возможности достать помещение Что же, спрашивается, собрало сюда такую массу народа? Не честование общественного деятеля, ни человека науки, ни сановника какого-нибудь, а честование священнослужителя протеерея отца Иоанна Ильича Сергиева, прослужившего на поприще священства 35 лет Честование отца Иоанна началось еще накануне в Андрейском соборе с сеночным бдением, которое совершал он сам в сослужении всего местного причта и многочисленного духовенства По прочтении канона отец Иоанн произнес пространную, прочувствованную проповедь о высоте священнического сана Собор был освящен по пасхальному Народ собрался народу не менее, чем в пасхальную за утренню Утренние и ранние литургии 12 декабря были совершены в церкви Дома Трудолюбия иеромонахом отцом Геннадием В 10 часов в Андрейском соборе началась поздняя литургия Снова многолюдная толпа наполнила собор, причем, однако, порядок и благочиние не были нарушены В божественной литургии совершал сам отец Иоанн в сослужении причта и многочисленного духовенства В том числе, приехавшего ночью протеерея Михайловского с протодиаконом местного собора После запричастного стиха отец Иоанн сказал прочувствованное слово, которое мы приводим здесь без всяких выпусков и сокращений Что значит, возлюбленные братья и сестры, это необычное в будничный день торжественное собрание ваше В этом святом храме, посвященном имени первозванного апостола Христова Что собрало вас в этом святилище? Не обинуясь, скажу, что вас соединила и собрала вера и любовь ваша к Богу А после Бога и ко мне, как служителю Его По невыразимой милости Господа Бога ко мне грешному, по безмерному Его долготерпению Мне суждено дожить до дня, в который исполнилось 35 лет служения моего в сане священника при этом храме Вы, по снисходительной любви своей ко мне, сошли небесплодным для Церкви Божией для вас этот немалый круг времени И пришли вместе со мною возблагодарить Творца времен за несчетные милости Его ко мне и к вам Явленные в течение стольких лет через мое посильное служение Господу и вам И просить продолжения их в будущем Итак, сегодня у нас скромное торжество веры Церкви Торжество священства, пастырства и паствы Торжество братского единодушия и христианской любви Значит и на нашем дворе праздник по пресловию русскому Слышим или читаем часто о праздниках разных учреждений, о праздниках людей науки, искусства и разных общественных служений А ныне праздник церковный Благодарю всем сердцем, всем существом моим Господа за его милости ко мне А вам всем мой сердечный поклон за братскую во Христе любовь Вы в лице моем воздаете честь священному сану, коим почтила благодать Христова подобных вам Немощных по природе людей, в том числе и меня Честь, воздаваемая вами мне ныне, восходит к самому вечному первосвященнику, Господу нашему Иисусу Христу За нас, светившему себя и принесшему самого себя в жертву за нас, Отцу своему небесному Ибо священство мое из всех освященных есть Христово священство Истинный вечный священник один, Христос И в лице нашем священствует он сам, вечный первосвященник по чину Мельхиседекову В Христе Боже, Ты сам прослави прославляющих нас, Твоих священников на земле А нам, священникам, дару и благодать достойно проходить высочайшее служение священства И самим всегда освящаться и других освящать и спасать данной нам благодатью Вы собрались, возлюбленные братья, почтить меня недостойного дарами и похвалами Благодарю сердечно за эти священные дары, разумея иконы и хоругу святую А похвалу Вашу, как я приму Я пословил наставление Христово, если мы раб непотребный, сделавший только то, что должно было сделать При пособии благодати, данной мне Господом Да и сделал ли я все, что должен был сделать По совести скажу, нет Много недоставало в моем служении по внутреннему человеку И вообще, служение мое было не без недостатков Мой долг — сознавать это и просить снисхождение к моим недостаткам и милости у Господа Да и у Вас снисхождение к моим немощам Но желаю всем сердцем святыни и совершенства И буду всеми силами с помощью Божией Стремиться к исправлению и совершенству Ибо нам сказано, будьте совершенны, как Отец Ваш небесный совершенен Сильные впечатления произвела эта речь, сказанная не по-ораторски, но тепло и задушевно После молебна, на которой вышли 31 священник и 6 диаконов Начались подношения и чтения приветственных адресов Первыми поздравляла юбиляра духовенства собора во главе с настоятелем Трачевским Преподнесшая ему дорогую икону с изображением святого Андрея Первозванного и преподобного Иоанна Рыльского Причем священником собора Клепачевским Было сказано сердечное слово, которое мы приводим полностью Ваше высокопреподобие, Отец Иоанн Ныне исполнилось 35 лет со дня рукоположения твоего воиерея к соборовному храму святого апостола Андрея Первозванного в городе Кронштадте Премудрый раздаятель жребьев человеческих Не напрасно даровал тебе в удел священствовать и учить словом и примером жизни Во-первых, в храме, посвященном имени первого верующего апостола Предрекшего Отечеству нашему славное будущее в успехах веры и благочестия Во-вторых, в городе исторически и пространственно отрешенном от мест В которых в силу апостольского пророчества воссияла слава угодников Божиих Смиренным Божиим Иереем пришел ты в город сей, к святому храму сему И стал священствовать и учить, не в убедительных словах человеческой премудрости Но в простоте искренней веры во всемогущую благодать Божию Силы которой в немощных совершается и оскудевающее восполняет В такой простоте твоей веры и благочестия шли долгие и долгие годы Твоей живой, неусыпной, пастырской, законоучительской и общественной деятельности Годы, исполненные и радости, и скорбей, восстания и падения духа Надежды на успех проповедуемой тобой веры в Бога и любви к ближнему Годы борьбы как с собственными немощами, так и с черствостью и загрубелостью сердец Обращаемых тобой к Богу людей Они шли до дня, когда слава твоих ежедневных, ежеминутных, молитвенных и деятельных подвигов Стала достоянием сердец всех верующих сынов России И вот город, так одиноко стоящий и исключительно служащий военным и коммерческим делам Благодаря твоему обитанию в нем делается предметом религиозного внимания и источником религиозно-нравственных утешений В такой степени, что храм наш при тебе расширенный и не без твоего участия украшенный Ныне не может вместить всех людей, в сердцах которых, быть может, в первый раз вожжена тобой искра веры в Бога И пробуждает потребность спасения Недаром ты тридцать пять лет словословил апостола, предрекшего славу вере Христовую в Отечестве нашем Прими же от нас, твоих сослужителей по времени и месту, на слабых и немощных сотрудников по подвигам твоим Эту святую икону в знак нашего глубокого почтения к особе твоей И молись, пастырь и начальнику, да даруй ты нам немощным силы к достойному прохождению служения ему И достижение единого на потребу спасения себя и своих посомых Отец Иоанн со слезами на глазах благодарил своих сослуживцев Затем от Андреевского попечительства, думы и почитателей была поднесена серебряная хоругви Предназначенная для церкви, строящейся на родине отца Иоанна Причем был прочтен приветственный адрес следующего содержания Высокочтимый отец Иоанн, милостивейший пастырь Светлый и радостный для нас юбилей 35-летнего вашего служения Свят в церкви, царю и отечеству Собрал наш город тысячи ваших почитателей со всех концов России Но это незначительная капля перед тем подавляющим и одному Богу известным Числом вами возрожденных духовных чад, которые рассеяны по всему лицу земли русской Ее городам и весям, и для которых ваш юбилей и их духовное торжество Здесь видим только слабое представление сравнительно с бесчисленным сонмом И живущих и отошедших уже свидетелей перед Богом и людьми Тех благодатных даров и дел милосердия, которые излиты вами на нас И на них из неисерпаемого источника вашей любви И сострадания к скорбям и немощам людским На этом духовном перу вашей веры и несокрушимого упования В силу искупительных заслуг нашего Спасителя Когда все присутствующие и отсутствующие Слились словно в один незримый хор благоговения к своему пастырю доброму В эту-то торжественную минуту Примите выражение беспредельной благодарности и беззаветной любви От вашей родной паствы, кронштадтского прихода, святого Андрея Первозванного В лице вами созданного Андреевского приходского попечительства Множество из присутствующих здесь в храме Ваши духовные чадо с первых дней вашего пастырства Многие были с вами и около вас в дни одиночества В дни ваших скорбей и трудов Когда премудрость Божия, возводя вас незримо по степеням духовных даров И внутренних откровений Вела вас долгое угодиное испытание Переплавляя сокровища сердца вашего Как бесценное золото в горниве страданий и искушений Сосуд себе избранный и честный В эти минуты, когда вы еще здесь на земле Увенчиваетесь словно блестящим венцом Данью славы, благоговения и благодарения за ваши добрые дела Примите от нас, ваших посомых и попечителей Эту хоругвь, сооруженную для храма, воздвинутого на месте вашего рождения Да станет она вечным свидетельством грядущим поколениям Беззаветной любви к своему пастырю доброму Родной его паствы и ее благоговения К величию тридцатипятилетнего Всенародного, неустанного его подвига священства Здесь же, в Кронштадте, ваше служение скорбящим и беспомощным Ваш беспримерный подвиг милосердия, нищелюбия Ваше дело презрения сирот, воспитания и образования детей Ваша проповедь труда и благочестия Короче, ваше имя и евангельский дух служения запечатлены навеки в деятельности излюбленного вами дома трудолюбия В его храме и многочисленных благотворительных учреждениях И в сердце вашем вы найдете следы воспоминания бескорыстной любви И несокрушимой преданности вам всех тех же прежних соработников Ваших членов Совета Пописительства Которые дружно и единодушно стоят здесь, сомкнувшись под сенью сей священной хоругви Адрес покрыт множеством подписей Вслед за сим приветствовал отца Иоанна Протаирея Михайловски от лица петербургской братьев Священник Карнацкий с депутацией от общества ревигиозно-нравственного просвещения в духе православной церкви Поднес приветственный адрес в роскошном бархатном переплете Вот что говорило это общество Ваше высокопреподобие, досточтимый отец Портаирея Иоанн Ильич Господь наш Иисус Христос провиде и начертовое будущее служение святых апостолов и преемников их пастыри церкви Дело спасения людей Называл их солью земли, светом мира, городом стоящим наверху горы Такое высокое назначение вполне оправдали святые апостолы, носители высших дарований святого духа Но их служение и ныне продолжается в церкви Господь Бог из среды преемников святых апостолов В разные времена и в разных местах владычествия своего Выводит на ниву жизни христианской чрезвычайных деятелей К числу их, несомненно, принадлежите вы Достойничный член общества распространения религиозно-нравственного просвещения в духе православной церкви Так во времена древней среды народа Израилева Господь Бог воздвигал чрезвычайных служителей, исполнителей воли Его Сообразно с нуждами того или другого времени жизни народа Божия А в чем нуждаются люди нашего времени Сбившиеся и сбивающиеся с пути истинного В особенности среди условий городской жизни Именно в том, едином на потребу по слову Христову Что сделалось достоянием вашей души И служит прославлению в человеческой немощи вашей величия Божия В вере, выражением которой служит горячая молитва к Богу И в благотворительности правою рукою Чтобы о том не знала левая рука Источником, из которого вы научились этим христианским добродетелям Было Святое Писание С детства вами высоко ценимое А в школе и жизни глубоко и сердечно изученное Которое все богодухновенно И полезно для научения, для обличения, для исправления Для наставления в праведности Этот-то источник откровения Божия Как оно понимается и проповедуется Отцами и учителями Святой Церкви Православной Вы не перестаете указывать народу Как единый источник воды живой, текущей Для людей в жизнь вечную По этой стороне своей деятельности Вы, досточтимый юбиляр Истинный член столичного религиозно-просветительного общества Вот уже тридцать пять лет Вы с несокрушимой верой в Бога С горячей молитвой к Нему И рукой неоскудевающие в помощи ближнему Служите подлинно солью Предохраняющей от нравственной порти И сохраняющей для Царствия Небесного Те тысячи русских людей Которые со всех сторон Нашей необъятной Родины И лично, и заочно обращаются к Вам Тридцать пять лет Вы, как чистая свеча Вожженная всемогущей десницей Всевышнего Ежедневно горите в молитве Перед престолом Агнца Непорочного Заколаемого за грехи мира Ходатайствуя перед ним За нищих духом плащущих Кротких, алчущих правды Обремененных жизнью Притекающих к Вам с просьбами О назидании, утешении и поддержке Тридцать пять лет Вы Точно город наверху горы стоящий Влечете к себе А от себя и на путь добродетели И далее К городу великого царя Иерусалиму небесному Всех искателей спасения Да будет же благословенно Вам и через Вас Имя Господне Приветствую Вас в настоящий Юбилейный день Достостимый Отец Иоанн Совет Общества Религиозно-Нравственного Просвещения в Духе Православной Церкви Молит Господа Бога Да сохранит Он Вас Своей благодатью во здравии И крепости сил душевных И телесных На многие и многие годы Во славу Своего Пресвятого имени В созидании Святой Своей Церкви На благо людям нуждающимся В примере Вашей веры В молитвенной Вашей помощи А часто и в помощи материальной Прочитано было следующее приветствие Редактора русского паломника Поповицкого Милостливые господа Каждому из нас известно Что нашему высокочтимому юбиляру Всеми и повсеместно присвоено Наименование Кронштадтского Многие не знают ни отчества его, ни фамилии Для всех он отец Иоанн Кронштадтский Почему? Конечно потому Что место его постоянного пребывания И служения находится здесь В этой первоклассной морской цитадели Так гостеприимно отворившей нам сегодня свои двери Нечего говорить, что все мы Вне Кронштадтские жители Завидуем нашим славным Кронштадтцам Они могут нам сказать У Вас отец Иоанн только дорогой гость А у нас он свой Потому что он Кронштадтский Но позвольте, господа Я хочу сказать, что несмотря на это наименование Отец Иоанн и наш Наш всецело Так же, как и Ваш Я хочу понимать это наименование В том же смысле В котором некоторые наши герои и деятели Получили наименование Ремникского, Смоленского, Амурского Действительно, Кронштадт Это место доблестных подвигов отца Иоанна Место его нравственных завоеваний и побед Здесь, в продолжении своей 35-летней деятельности Он воспитал несколько поколений русских юношей Внушив им высокие нравственно-религиозные правила Здесь он совершил величайшие подвиги Христианской благотворительности Едва ли где практиковавшиеся в таких грандиозных размерах Здесь он приучил всех и каждого Искренно и горячо молиться Сердечно и пламенно каяться Решительно и твердо выступать на путь добра и правды Здесь, наконец, при неоднократных знамениях всемогущества Божия Орудием которых избрал его Бог Он всегда с настойчивостью указывал, что эти знамения составляют плод веры тех На ком они обнаружились И таким образом мало-помалу посевал в них семена такой добродетели В которой особенно нуждается наш современный век Но совершив все это здесь, отец Иоанн не замкнулся в тесный кружок небольшого города И воды, окружающие здешний остров, не отрезали отца Иоанна от остальной России Как герои смоленские, забалканские и амурские своими подвигами оказали величайшие услуги всему Отечеству Так и герой Кронштадтский, расширяя свои нравственные завоевания далеко за пределы Кронштадта Является духовным воспитателем и вождем для всех о нем слышавших Для всех его призывающих Его пастырские наставления и нравственно-религиозные уроки Здесь преподанные, например, безустанной пастырской деятельности Совершающиеся здесь Высокие образцы христианской благотворительности Первым предметом которой служили кронштадтские бедняки Все это находит отзвук во всех русских сердцах И воспринятое искренно не может не принести старицу своего плода А то малое вначале зерно веры, которое он посеял здесь Разве не может разрастись великое дерево, которое листьями своими покроет всю русскую землю? По крайней мере, об этом молится отец Иоанн И мы знаем, что Бог слышит его молитву Можно было бы удивляться необычайному обаянию, которое повсеместно окружается отца Иоанна Но не мы, господа, станем удивляться ему Если здесь хоть один человек, который бы не знал, что всюду, где является отец Иоанн Рассеивается мрак, утихает горе, покрывается нужда Его кроткие полные любви к ближнему взор проникают в самую глубь всякого сердца Ярко освещает темные закоулки духовной природы каждого из нас Уничтожает в ней всякое недоумение и страхи Проливает целебный бальзам в истерзанную душу Ободряет и утешает страждущих и скорбных Кто из собравшихся к нему уходил без облегченного сердца Без восстановленного спокойствия духа, без радости или надежды И все это совершается без всякой искусственности Все так сердечно и просто Такие свойства и действия отца Иоанна могут ли оставаться без обаятельного влияния на всех его окружающих, на всех, кто о нем слышал Вот почему сотни и тысячи народа стекаются всюду, где появляется отец Иоанн Всякому хочется получить от него благословение, взглянуть на него, прикоснуться к его одежде Каждый из нас, господа, видя, знает это Да и нынешнее наше собрание не доказывает и всероссийского обаяния и значения отца Иоанна Не видим ли мы здесь, что на 35-летний юбилей его пастерского служения откликнулась чуть не вся Россия И что сюда прибыли почитатели его отовсюду, откуда только возможно было прибыть А пункты отправления приветствия ему захватили огромный район нашего отечества Не правда ли же, господа, что отец Иоанн не только кронштадтский, но и все русский? И не признаете ли вы вполне уместным поднять бокал за здоровье отца Иоанна от лица всех русских людей? От города Харькова, который нынешним летом посетил отец Иоанн Был поднесен адрес господином Живержеевым с депутацией и роскошной на престольной Евангелии стоимостью более тысячи рублей Сборщиком, посещающим Кронштадт и ромонахом-отцом Палладием Было поднесено небольшое Евангелие в бархатном переплете И сказано несколько безыскусственных, но искренних слов На все приветствия отец Иоанн выражал задушевную благодарность После этого торжество было перенесено в церковь городской думы, куда перешел и юбиляр со всем духовенством Там прежде всего совершили краткое молебствие, затем начались подношения от города Городской голова господин Шибунин поднес адрес от местной думы В наш век, век неправды, личных интересов, считал городской голова Ваше 35-летнее бескорыстное служение ближним является подвигом, перед которым невольно преклоняешься За этим следовали депутации от моряков с комендантом, адмиралом Брылкиным во главе Который просел адрес и местной гимназии с директором ее господином Козека во главе, произнесшим речь А бывший ученик отца Иоанна, ныне преподаватель гимназии господин Сафронов В прекрасной речи выразил ему сердечную благодарность за свое воспитание Далее следовали депутации от Общества спасания на водах От редакции Кронштадтского вестника, от ночлежных домов в Санкт-Петербурге Господин Арестов и доктор Дворяшин В последнем был прочитан адрес и поднесена икона спасителя, купленная, как высказал доктор Дворяшин на деньги ночлежников От Андреевского приюта, поднесенные шитые золотом воздухи, пелена и прочее И много других, так что чтения приветствия и представления продолжались более часа Затем все депутации и приглашенные лица направились в залы городской думы, где был сервирован обед Первый тост был провозглашен отцом Иоанном за государя императора После чего начались бесконечные толстые речи Первым говорил от лица города городской голова господин Шибунин После него протоиерея Михайловский, бывший городской голова Волков, сказал также поздравительную речь Но лучшую речь произнес священник Карнатский Вот эта речь, которую мы приводим без всяких сокращений По словам отца Иоанна в сегодняшней проповеди, его юбилейное торжество есть праздник пастырства И действительно, оно во всех своих моментах и в соборе, и в думской церкви, и в этой обеденной зале Брызжет чувствами, одушевляющей всех нас любви к доброму пастырю Пожелаем же, господа, чтобы святое единение пастыря с пасовыми с этого конечного пункта нашей Родины Из Кронштадта распространилось по всей русской земле из конца в конец ее Пастырство, по словам отца Иоанна, есть выражение великого служения Господа нашего Иисуса Христа Пожелаем же, чтобы русское православное пастырство, возглавляемое единым великим пастырем-начальником По примеру отца Иоанна, соединило всех русских людей во единое стадо Да будет единое стадо и един пастырь Тост отца Ф.Н. Арнатского вызвал большое оживление Именно потому, что предумственным взором всякого он открывал широкие перспективы Возможные для осуществления преследований со стороны пастырей К примеру отца Иоанна Волков, бывший городской голова, приветствовал почтенного пастыря следующей речью Милостливые господа, сегодня на склоне нашего девятнадцатого века Века неверия и себелюбия по преимуществу Когда гордый человеческий ум, напыщенный своими великими открытиями Стремится занять первенствующее место И властно требует себе и только себе поклонения Толпы людей со всех концов России пришли к нам в Кронштадт Приветствовать не великого деятеля ума Не именитого государственного мужа А скромного служителя алтаря Господня Тридцать пять лет словом и делом Проповедовавшего любовь к ближним Они сошлись к нам на сегодняшнее торжество В обществе великого сердца и великой любви христианской В таком подавляющем числе, в каком никогда ни при каких юбилеях не сходились И эти толпы правы Любовь христианская, любовь к ближнему Есть то зиждительное, связующее начало Тот цемент, в котором скрепляются все отдельные постройки ума человеческого Без животворного веяния которого распадаются они в мертвенном бессилии Любовь христианская есть сама истина, правда, воплощенная в делах Великому сердцу, следовательно, как носители ее И давлеет преимущественное поклонение Нам, русским, такое чествование любвеобильных дел должно быть особенно дорого Так как мы, отставшие в умственном развитии от остальной Европы Без всякой похвальбы можем сказать, что всегда превосходили ее в делах сердца и любви Только воодушевленные ею с Христом в душе В силу могучей любви к Родине и престолу Составляющей одно из проявлений ее Сплоченные ею Могли мы победоносно перенести такое бедствие, как татарское иго Можем мириться с окружающей нас беднотою Да не подумают, однако, здесь присутствующие Что противопоставляя любвеобильность русского сердца Западному рационализму и формализму Я вижу в ней залог неподвижности и застоя Нет, тысячу раз нет Тот, кто так думает о русском сердце, тот уже клевещет на него Напротив того, вследствие своей мягкости, терпимости Оно доступно каждому благому учению Но для каждого из них оно есть и будет тем очищающим горнилом Через которое только и могут проникнуть к нам все великоумственные работы Запада Словом, русскому сердцу всегда любо было торжество духа над мертвой формою Что и составляло его силу И вот один из воплотивших в себе эту народную идею присутствует среди нас Так, без шума, со смирением, не обликая ни в какие поражающие своей внешностью формы Делает он в течение тридцати пяти лет свое любвеобильное дело Временами тяжко, очень тяжко приходилось ему Его не понимали, в нем видели незваного учителя, обличающего своими делами других Его осуждали, злословили Но он, как русский человек, не озлоблялся на своих недругов, своих гонителей С Христом в душе, с прощением на устах Воспламеняемой божественной искрою Он шел все вперед по разномеченному пути Не останавливаясь, не уступая И победил Сегодня кругом его уже нет недругов Есть только одни друзья и почитатели Он взялся предметом народного обожания Какой умиротворяющий, обнадеживающий в печали, в несчастье И пример являет собой даже эта внешняя сторона Жизни досточтимого юбиляра При этом воспоминании Невольно сама собой поднимается за здравная чаша Невольно вырывается клич Да здравствует великий утешитель печали Воскликнем также и мы Да здравствует на многие лета Достоуважаемый отец Иоанн Доктор Дворяшин сказал несколько слов о той любви, которая горит в отце Иоанне А после него говорил директор гимназии господин Козека Почти в конце обеда член общества религиозно-нравственного просвещения в духе православной церкви Зыбин Обратился к отцу Иоанну со следующими словами 35 лет прошло с тех пор, высокочтимый отец Иоанн, как великий первопастырь, Господь наш Иисус Христос, призвал тебя быть служителем слова и пастырем овец стада словесного Благодарение Ему Всеседрому Многоразличными дарованиями Он наградил тебя Силой любви, силой веры, силой убеждения и особенно великим даром, даром молитвы и даже даром исцеления И ты, как истинный делатель жатвы его, не зарыл данные таланты, а ежечасно, ежеминутно пользуешься ими для блага ближних в окружавшей тебя жизни С первых дней священства ты сознал всю высоту сана священнического Глубоко сознал ту великую ответственность, которую каждый священник по прохождении своего земного пути Несет перед престолом великого первосвященника и Господа не только за себя, но и за свою паству Помни, и сознавая все это, ты с первых дней священства стал пастырем истинным, пастырем добрым Каждый день в продолжении всего 35-летнего служения ты, совершив бескровную жертву, соединившись с Господом, ни щадя ни сил, ни здоровья Отдавал всего себя на служение ближним, шел и в подвалы бедняков, и во дворцы сановников И там и тут молился о болящих, ободрял павших духом, наставлял, плакал с плачущими, радовался с радующимися Одним словом по выражению апостола Немощи немощных носил, и тем исполнял закон Христов И вот, вглядываясь в твою прошедшую деятельность, невольно приходит на мысль слова апостола Сила Божия в немощи совершается Да, и она дивно совершалась в тебе в продолжении твоего 35-летнего служения И эти многие тысячи бедняков, которых с помощью Божией ты накормил, согрел Эти образцовые благотворительные учреждения и, наконец, длинный ряд исцелений душевных и телесных Совершившихся по твоей молитве через призывание причудного и спасительного имени Иисуса Христа Не есть ли отражение той божественной благодати, которое, повторяю, в немощи твоей совершалось и совершается теперь Благодарение Вседержителю за те несчетные дары, которые он посылал и посылает тебе Спасибо и тебе, добрый пастырь, за ту любовь, радость и мир За те наставления, которые ты вносил в свою пасту, ведя ее к нравственному совершенству К достижению Иерусалима Небесного Мало-помалу каждый из нас отойдет в вечность Но имя твое не умрет для грядущих поколений Оно яркой звездой будет гореть на страницах русской церковной истории Как имя истинного пастыря, доброго наставника, защитника сирых Как имя гуманнейшего из людей Да воздай же тебе, великий первопастырь, первосвященник по богатству славы своей И да даст тебе здоровье, крепость и силы к продолжению служения пастырского А в нас да зажжет искру той любви, которая горит в сердце твоем К нему единому, за нас распятому и к ближним За которых ты по образу его, великого архиерея, полагаешь душу твою Да пошлет он тебе многие, многие лета После Зыбина говорили многие другие лица Обед имел высшей степени оживленный характер И был проникнут общим чувством любви На обеде присутствовало все соборное духовенство С маститым настоятелем Трачевским Городское духовенство и приезжие А также много высокопоставленных лиц Обед окончился около пяти часов Оставя гостей, отец Иоанн отправился в дом трудолюбия В зале которого был сервирован скромный обед Более чем двести человек Петербургскими почитателями и почитательницами Снова начались подношения В роскошном малиновом бархатном переплете Был поднесен адрес от петербургских почитательниц Букет цветов и еще несколько подарков и адресов Здесь присутствовали более простые люди Но в них заметно было столько радости и единодушия Что обед прошел не менее оживленно Составляя как бы общую семью Что и высказали произносившие здесь речи Миссионер, отец Арсений и Зыбин Во время обеда господин Собенниковым Было прочтено задушевное стихотворение Вызвавшее слезы у многих присутствующих Вот это стихотворение Ты тридцать пять лет прослужил уже Богу И тридцать пять лет ты народу служил Ты трудную выбрал для жизни дорогу И много на ней своих сил положил Ни разу с прямой не свернул ты дороги Шел прямо и верил, Бог помощь пошлет И ныли от боли уставшие ноги Болела душа за несчастный народ Сжималось от сердца при виде порока Тяжелых недугов народных и бед Ты видел, что зло и неправда широко Туманом покрыли Христовый рассвет Ты шел, и немало за прошлое время Препятствий встречалось на верном пути Но ты победил их, и доброе семя посеял Что к правде Христовой цвести И гордости, славе, корысти, богатству Открыл затуманенный завистью взор И доступ свободный дал к падшему братству Чтоб снять с того братства весь сложный позор А вспомни-ка детство Оно как бежало И как ты тогда-то учительно жил Как жизнь среди лишений и горя мужала Народу Господь знать тебя сохранил По дебрям ли севера в зной и морозы Дитя тебе грустным ходил да мечтал Зачем это люди льют слезы да слезы И кто эти слезы на землю послал Зачем это с горем нужда породнилась И мусит собой несчастных людей Не знал ты причины Но все объяснилось на опыте жизни тяжелой твоей Святого же детства всю соль впечатления Уж юность душой и умом поняла На вере святой и христовом учении Свое убеждение навек создала Но детство прошло невозвратные годы За детством и юность сокрылась давно И канули в вечность великой природы Откуда вернуться уж им не дано И время покорно законом бежало Из юноши ты укреплялся мужал Хоть горькая доля тебя окружала Но личного счастья ты не искал Лишь сильно рвалась душа молодая На помощь страдальцам и сирам прийти И скольби народной жестоко страдая Решился, решился в жертву себя принести Ей больно сказались народные беды И горько ей было беспомощно и жить Тогда ты взял крест Как знамя победы Пошел всем страдальцам и сирам служить И тридцать пять лет это знамя тобою Добром освящается изо дня в день Любовью, трудом, состраданием, мольбою За всех, кто приходит под знамени сень Так жил ты для мира себя забывая И крест твой тяжелый безропот нанес Хоть медленно падает скорбь мировая Но падает, рушится, силен Христос А он твоя крепость, учитель и сила И он тебе мудрость с любовью вложил И сила-то в мире любовь воскресила А этой любовью ты всех победил Но солнце уж к западу жизни склонилось Пройдя свой могучий и сильный зенит А в силе своей оно вновь подкрепилось Любовью и правдой яснее горит Родного же севера в красное лето Не сказано длинен бывает денек И долго за полдень могучего света Там солнца лучей проливает поток Сияй же и ты так здоровьем и силой Будь крепок, спокоен А знамя Христа не дрогнет в руке Твоей чистой, правдивой Сильна душа верой, делами чиста Живи же наш добрый, родной и любимый Своей простотой ты нас вразумляй И крест твой тяжелый, целебный, незримый Потомкам на благо их жизни отдай Обед окончился в седьмом часу Около дома трудолюбия стояли толпу народа Ожидавшие отъезда отца Иоанна Незабыты по обыкновению были и бедняки Для которых устроен был обед На семьсот человек из двух блюд В этот день отцом Иоанном было получено Из столицы с разных концов России Множество поздравительных телеграмм От разных лиц Высокопоставленных и простых Духовных и светских Не можем не привести полностью Одну из телеграмм, отличающуюся Особенно из-за душевности А именно телеграмму благотворительного Петербургского братства Преподобного Сергия Присланную председателем братства Генерал-лейтенантом Лошкаревым Высокочтимый отец Иоанн Светильник веры не под спудом А на свечнице церкви поставленный Бессеребрянник Неустающий утешитель бедствующих Свет и хвала православия Верный слуга Господень Примите привет братству Святого Сергия И помолитесь о спасении нашем Редко приходится видеть Такое единодушие На подобных торжествах Какое наблюдалось на празднестве 35-летия священства отца Иоанна Это было действительно торжество Пастерства и единения пастыря с пособами Торжество веры и православия Как выразился в своей речи священник Карнатский Или лучше сказать прибавим мы Это было торжество любви Христовой Которая все побеждает Все покрывает Которая гонимых и немощных делает сильными И к ним привлекает сердца Сила Божия в немощах совершается Глава 7 Страница 177 Высота всероссийской славы отца Иоанна Высочайший вызов его в Ливадию Для молитвы и напутствования Государя императора Александра Третьего Мы видели какой великой славы Стал сподоблять от Господа Великий молитвенник за землю русскую Его узнала вся Россия И он стал получать отовсюду Даже из отдаленных мест России Многочисленные приглашения приехать и помолиться Вся Россия стала озарять все его славы И подобно храму, наполняющемуся благоуханием Откадила с Симиамом Во многих местах России Получались его щедрые лепты на храмы На церковно-приходские школы Благотворительные учреждения и тому подобное Многие места России были облагодетельствованы Его личными посещениями и молитвами Вся Россия украшалась его портретами Которые помещались к иконам наравне с царскими В своих путешествиях по земле русской Я встречал, говорит Круглов Портреты отца Иоанна и в роскошных кабинетах И в крестьянских лачугах Они повешены на почетном месте Куда вешает простой человек только тех, кто ему дорог Мне пришлось быть у одного зажиточного крестьяна Саратовской губернии У него портрет отца Иоанна Висел рядом с портретами царя и царицы Это наш молитвенник, батюшка Благоговейно произнес хозяин Он за царя и царицу За весь дом царствующий Богу молится И может быть и земля русская Все мы крепки и живем Продли Господь его дни Одна женщина, участвовавшая в 1891 году В поездке с отцом Иоанном на север и обратно Пишет следующее о своем обратном пути С уважаемым пастырем 7 июля в 7 часу вечера Отец Иоанн выехал из Архангельска Весь берег был усеян народом И два парохода с публикой Долго его провожали Счастливо было для меня путешествие в Суру Но обратный путь был поистине царским путем Потому что освящался личным присутствием Великого Светильника Божия Имя которого свято чтит вся православная Русь Что я видела своими глазами на каждом шагу Только горячо любимого царя народ может так неподдельно и искренно встречать Как он встречал и провожал везде отца Иоанна Где бы пароход ни приставал Везде точно из земли являлись мгновенно толпы народа И стремились к батюшке за благословением Чествование народом отца Иоанна Отличалось могучим, громадным, стихийным характером Очевидно, верующий русский народ смутно исповедовал здесь истинно О всероссийском, даже более вселенском значении подвига отца Иоанна На отце Иоанне сбылись слова Которыми церковь ублажает святого Василия Великого Во всю землю изыди вещание твое Якоб приемшую слово твое Царское священие Отче преподобне В то время царствовал преснопамятный государь-император Александр Третий Государь Александр Третий был могучей Не только политической, но и церковной, духовно-нравственной силой русского народа Не будем перечислять здесь его многочисленных, важных государственных дел Напомним здесь о его великих заслугах для православия Вспомним его заботу об улучшении быта духовенства О религиозном просвещении народа через церковно-приходские школы Заботу о распространении православия среди империи и т.д. Православная русская церковь никогда не забудет в своих молитвах Великого государя императора Александра Третьего С именем его связан особый светлый момент в ее жизни Почивший государь был в полном смысле благочестивейшим государем Не только искренним, верным, послушным сыном православной церкви Хранителем и выполнителем ее уставов Но и ревностным, твердым, неослабным покровителем ее И в многоразличных ее нуждах и затруднениях Защитником православной веры от нареканий ее врагов Поборником в деле распространения православия среди иноверцев и инородцев Он искренне радовался всякому возбуждению и проявлению религиозного чувства и сознания в русском народе И своим сочувственным откликом на это пробуждение еще более усиливал его И поддерживал дальнейшее его развитие Можно сказать без преувеличений Что нужды православной церкви в России Занимали собой внимание почившего государя едва ли не больше Чем многие другие государственные нужды По крайней мере первые кажутся нам всегда стоящими на первом плане Хотя удовлетворение их не мешало Выполнение других планов в управлении государственным механизмом И шло в связи с выполнением последних Находясь в Беловеже в 1894 году Государь император Александр III пожелал, что присутствие его за богослужением в простой сельской приходской церкви Находящейся в нескольких шагах от Беловежского дворца Не нарушало обычного течения церковных служб Церковным старостом в этой церкви был управляющий Беловежской пущей Он рассказывал, что при первом богослужении в присутствии государя Он не решил сообходить молящихся с тарелкой для церковного сбора денег После обедни государь спросил его, неужели у них в церкви не производится этот сбор Управляющий пущей объяснил государю, что счел неудобным беспокоить его Государь повелел соизволить предпроизводить сбор И вообще ни в чем не нарушать обычаев приходских Следующие службы церковный старца с тарелкой, а за ним церковный сторож с кружкой обходили всю церковь Государь, императрица, все великие князья клали свою лепту на тарелку и в кружку И сбор был, конечно, огромный Рядом с сервонцами лежали на тарелке пяти и трехрублевые бумажки И медные пятаки, и гроши крестьян Перед образами теплились толстые рублевые восковые свечи И крохотные желтого воска свечи Очевидно приношение царской семьи и крестьян В конце обедни государь подходил ко кресту И священник вручал ему просору, как бывало это делалось в сельских церквах Великая ревность благочестивого монарха императора Александра Третьего православной вере О распространении религиозного просвещения среди народа Была увенчана великой наградой от самого царя неба и земли Господа Сидержителя Во время одного путешествия, предпринятого монархом для пользы государства Господь в силу царь славы явил ему особое беспримерное знамение своего промысла Сохранив его и его августейшую семью невредимыми среди великой опасности Великая божественная награда, подаваемая из горних пренебесных селений Благочестивейшему монарху императору Александру Третьему За его царственно-могущественную ревность о православной вере Государь император Александр Третий был для России как бы лучом духовного света и тепла Отобразившимся во множестве икон, храмов, обителей и часовен, устроенных и поднесь устрояемых в память всего события И лучом, снова восходящим от земли на небо в многочисленных молитвенных чувствах и подвигах Пробуждаемых в народе этими религиозными сооружениями Государь император Александр Третий через сие оказался для России проводником благодати Божией Очевидно, между государем императором Александром Третьим и отцом Иоанном Кронштадтским Было тесное внутреннее духовное сродство Это невидимое духовное сродство наконец появилось и вовне Именно в Ливадии, куда по высочайшему повелению был вызван отец Иоанн в октябре 1894 года При болезни государя императора Александра Третьего О чем сейчас будет подробно сказано Болезнь и последние дни жизни государя императора Александра Третьего Император Александр Третий, обладавший от природы крепким телосложением Отличался необыкновенной силою Могучий богатырь по своему росту и виду Спокойный, воздержанный и миролюбивый по своему нраву Ведя правильный образ жизни Он обещал России долгоденствия Но Венциносис, создавший могущество, богатство и благосостояние России Испытал очень много чрезмерных тревог, душевных невзгод Вынес слишком много необычайных трудов Они-то и надорвали силу царя-богатыря Они и привели его к преждевременной могиле Жизнь императора Александра Александровича с юных лет представляет собой тяжкий и скорбный путь В 1865 году он был очевидцем болезней, страданий И преждевременной смерти горячо любимого друга, старшего брата, цесаревича Николая Александровича В 1972 году государь перенес тиф в весьма тяжелой и опасной форме В продолжении русско-турецкой войны в 1877-78 годах Он делил с войском все трудности походной жизни И не раз подвергался во вражеской стране серьезным опасностям военного времени Во все царствование императора Александра II Он со всей царской семьей постоянно переживал тревоги и сердечные волнения Вследствие развития государственной крамалы С болью Сеаса пережил он многократные покушения на жизнь отца Винциноса И наконец перечувствовал весь ужас страшного злодеяния 1 марта 1881 года Столько волнений и чрезмерных трудов перенес он и после того Подяв тяжкое бремя правления, государь при необычайном внимании к своим царственным обязанностям Трудился неустанно, нисколько не жалея своих сил Делами государственными занимался он и по утрам, и в вечернюю пору Немало душевных забот и страданий Перечувствовал государь в тяжелую пору народных бедствий в 1891-1992 годы Когда двадцать три губернии изнемогали от голода Наконец легко ли было государю перенесть страшное потрясение Как человеку и отцу семейства При крушении поезда 17 октября 1888 года Все эти душевные волнения, сердечные страдания и чрезмерные труды При недостатке освежающего и укрепляющего сна Незаметно, постепенно подтачивали здоровье государя Он начал недомогать давно, но не любил лечиться и избегал говорить о своем недуге Поэтому никто и не подозревал, что здоровье августейшего труженика надломлено ненадежно И смерть от него недалека Болезнь государя обнаружилась для всех и даже для него самого совершенно неожиданно Она в нем таилась и проявлялась изредка и не сильно Еще в августе 1993 года государь сильно ослабел от чрезмерного носового кровотечения И всю осень страдал лихорадочным воспалением дыхательного горла В январе 1994 года у императора была сильная инфлуенса Начавшаяся сильными сердечными припадками, на которые он не обращал внимания Между тем, это был уже третий приступ болезни Профессор Захарьин, лечивший государя Обратил внимание августейшего больного на крайнюю необходимость Не утомлять себя занятиями, давать себе боли и времени для сна И избегать простуды Затем он осматривал государя в начале июня И нашел его в хорошем состоянии Но уже в начале июля здоровье государя так ухудшилось Что подняло тревогу среди окружающих Профессор Захарин, призванный в Петербург Нашел у больного признаки болезни почек И последовательного поражения сердца Император страдал бессонницей Ощущал постоянно дурной вкус И нередко чувствовал тошноту Положение царственного страдальца внушало крайние опасения В августе врачи представили ему свое заключение Постигшим его недуги Они правда смягчили свой приговор Относительно рокового значения болезни монарха Однако не скрыли Что проходит она в высшей степени редко И что поправление здоровья и продолжение сохранения жизни Возможно лишь при строжайшем соблюдении Известных условий и предписанного образа жизни Условия же и образ жизни государя По свидетельству профессора Захарина Со времени январской инфлуенции Были прежние Постоянное утомление умственными занятиями Недостаточный сон И частое пребывание на воздухе во всякую погоду И так стало очевидно Что на выздоровление государя императора Уже не было никакой надежды Роковое же влияние на развитие недуга На быстрый ход болезни, приведший к смерти Имело крайне холодное и сырое лето 94-го года Между тем государь не берег себя Он пробыл в Петербурге до 18-го августа Продолжал обычные занятия И не вынося жары Всегда искал прохлады Еще 7-го августа в Красном Селе Объезжая войска Он сделал галопом до 12 верст Великие и разнообразны были труды царя-самодержца И высоки были у него понятия о царских обязанностях О долге монарха Император держался того убеждения Что он должен быть постоянно бодр И всегда деятелен Свой долг перед государством царь ставил на первом плане И продолжал трудиться Не обращая внимания на свой недуг Полагаясь всецело на промысел Божий Без воли которого ничего не совершается Государь предоставил себя на волю Божию И пока еще чувствовал в себе силы Отдавался служению России Не жалея своих сил В то же время он употреблял невероятные усилия Чтобы казаться здоровым, спокойным И не тревожить близких к себе лиц Таково было нравственное состояние государя в это время Таким же оно оставалось и во все время дальнейшего развития болезни До самой его кончины Между тем последующие обстоятельства складывались не в пользу Вгустейшего больного Переезд государя из Петергофа на юго-запад России Где он обычно проводил осень Не сопровождался ожидаемыми последствиями В Беловеже, куда отправился государь 18 августа Погода стояла сырая Неблагоприятная для его болезни Затем в спале, куда приехал государь Погода была свежая, холодная Обстоятельства эти требовали Большой осторожности со стороны Августейшего больного Между тем в Беловеже и в спале Государь забывал наставления врачей Вследствие привычки к движению на свежем воздухе Он постоянно искал прохлады И проводил время по большей части под открытым небом Охота в спале среди болот Еще более ослабила императора Болезненные явления усилились И побудили врачей ускорить отец государя В теплый климат Южного Крыма По настоянию докторов Государь немедленно отбыл из Павла в Севастополь Откуда отправился на пароходе добровольного флота Орел в Ялту И затем прибыл в Ливадию Продолжительный переезд по железной дороге в Севастополь Езда на пароходе Равно церемонии встреч в Севастополе и Ялте Утомили больного царя Он сильно похудел и пожелтел В Ялте, выйдя на пристань Он принял почетный караул Сказал несколько слов Лицам, участвовавшим во встрече И направился к экибажу Под руку с государиной императрицей Которая заботливо поддерживала его В Ливадию, куда прибыли их величество 21 сентября Государь и царская семья заняли малый дворец Где государь проживал, будучи еще наследником, цесаревичем Когда в Ливадию стехались другие высочайшие особы Им отведено было помещение в большом дворце Погода в Ялте и Ливадии стояла прекрасная Какая редко бывает там в октябре месяце Небо часто бывало облачным Но дни были тихие и теплые Тем не менее, наблюдательные люди полагали Что такая погода продержится недолго В обществе говорили, что врачи предлагают Остров Корфу в Ионическом архипелаге Как зимнюю станцию для августейшего больного Но мысль расстаться с Россией По-видимому, была чрезвычайно тяжела больному И государь-император на предложение врачей Ответил, что никогда не оставит Россию Так горячо любил он свою страну Что даже забота о здоровье Не могла заставить его примириться С временной разлукой со своим народом Первые дни пребывания в Ливаде Были для государя временем необходимого отдыха Вскоре он почувствовал себя лучше В воскресенье 25 сентября, в день преподобного Сергия Был он в придворной церкви за литургией И после того ездил в Айтадор К великой княгине Ксении Александровне В последующие дни совершил государь Несколько прогулок в экипаже Посетив, между прочим, массандру Но вскоре обнаружились у больного признаки ослабления Утрата аппетита и сна Упадок деятельности сердца и опухоль ног Силы государя таяли ежедневно Но он старался быть бодрым и не ложиться в постель В следующее воскресенье 2 октября Государь с императрицей и великой княжной Ольгой Александровной Ездили на водопад у Чан-Су Государь приветливо отвечал на поклоны Из встречных путников В этот же день с разрешения государя Прибыл из Харьков профессор Груббе Благодарить его величество За высочайшее внимание Оказанное профессору во время его болезни Он был принят их величествами Утром 3 числа Узнавши от Груббе Что он летом отдыхал И долечивался в Ялте Государь спросил профессора Сколько он пробыл в этом месте И принесло ли ему пребывание там пользу Груббе ответил Что пробыл в Ялте около 5 недель И что хотя в июле было очень жарко Но польза все-таки была На это его величество заметил А я здесь 10 дней И мне каждый день хуже 4 числа государь ездил кататься с императрицей Но почувствовал себя во время поездки очень дурно Это была последняя прогулка его величества В этот же день состоялся медицинский осмотр больного Произведенный профессорами Лединым, Захариным, Вильяминовым и Гиршем На другой день после совещания профессоров по поводу произведенного освидетельствования Августейшего больного 5 октября по телеграфу разнеслась на всю Россию ужасная весть В состоянии здоровья государя императора Замечается ухудшение Общая слабость И слабость сердца увеличивается Это зловещее сообщение, как погребальный звон, болезненно отозвалось в русском сердце Сразу все почувствовали, что России грозит невообразимое несчастье Страшное предчувствие скоро начало подтверждаться Дальнейшими малоутешительными известиями о недуге государя С этих пор падение сил и ухудшение болезни шли неравно Иногда августейшему больному чувствовалось легче Но затем становилось тяжелее прежнего 6 октября перемены не было в состоянии здоровья государя Но на 7 число ночь прошла у него почти без сна Утром и днем отек ног, показавшийся в последнее время, увеличился Общая слабость и деятельность сердца продолжали оставаться в прежнем состоянии 8 октября в субботу государь немного почивал Аппетит и самочувствие были несколько лучше В этот день и следующий за ним заметен был у больного некоторый подъем сил 8 числа ожидался в Ливадию приезд Ее Величества Королевы Еллинов Ольги Константиновны И августейшей матери Ее Великой Княгине Александры Иосифовны Ее высочеству пришла благодетельная мысль Пригласить с собой глубоко чтимого кронштадтского пастыря отца Иоанна Сергеева В 9 часов утра прибыли они в Ялту на военном корабле «Память Меркурия» Августейшие особы встречины были на пристани его императорским высочеством наследником цесаревичем А пастырь-молительник отец Иоанн отправился прямо в малую церковь при дворце служить за здравную обедню При проезде любимого пастыря через Ялту со всех сторон неслись навстречу ему благожелания и благословения А ясный и радостный вид его оживлял всеобщие надежды на милость Божию и на действенные силы всенародной молитвы о болящем царе По просьбе населения отец Иоанн затем ежедневно служил в Ялте и в окрестных селениях божественную литургию Несметные толпы стекались к нему на молитву Вечером в тот же день прибыли в Ливаде августейшие братья-государя-великие князья Сергий и Павел Александровичи Весь пребывание отца Иоанна в Крыму быстро распространилось по всему округу И скоро дом, где он жил, начало саждаться народом, стремившимся увидать уважаемого пастыря Преобладающим элементом, разумеется, были русские Но немало замечалось там же и татар, караимов, являвшихся, конечно, не ради одного любопытства Толпа начинала сбираться обыкновенно часов с трех ночи и дежурила до шести Когда в подъезде появлялся батюшка, уделявший продолжительное время на прием всех, жаждавших получить его благословение Инородцы подходили к нему последними и так же, как русские, смиренно преклоняли головы Отец Иоанн возлагал на них свои руки и расспрашивал их о нуждах, горестях, отнюдь не касаясь вопроса о религии Нужно было видеть их, чтобы понять, что переживали и испытывали эти люди, искавшие утешение у православного священника К отцу Иоанну в Крыму приносили больного, разбитого параличом татарина Откуда-то издалека его несли, он имел измученный, усталый вид Глаза его беспокойно блуждали и точно искали спасения в каждом, кому бы не обращались Молодые татары, принесшие его на своих плечах, спросили меня ломаным русским языком Рассказывает один из спутников отца Иоанна А что, батюшка, лекарь-то Божий дома? Дома Кажи ему, что до него у нас дела есть А вот погодите, батюшка скоро выйдет А ты кажи, чтоб скорее шел, а то старику-то тяжело, больно Отец Иоанн не застал себя долго ждать Приблизившись к группе верующих Магометана, окружавших носилки, на которых неподвижно лежал больной Он ласково с ними заговорил Старик-то татарин силился улыбнуться, но улыбка ему не давалась Отец Иоанн возложил на его голову свои руки Толпа на мгновение притихла, и видно было, что она переживала какие-то новые ощущения, непонятные, но волнующие кровь и пробуждающие мысли На всех присутствующих эта трогательная сцена произвела сильное впечатление На утро 9 октября воскресенья Государь-император почувствовал себя в силах приступить к величайшему духовному утешению, которого давно жаждала его душа Изъявил он желание приобщиться к святых тайн Христовых Об исполнении этого благочестивого желания в густейшего больного Мы находим следующее довольно подробное сведение, обнародованное духовником Его Величества Отцом Протопресвитером Янышевым 5 ноября 1894 года О возможности близкой своей кончейный государь-император помышлял еще 9 октября и весьма определенно говорил об этом Когда принимал меня в этот день после обедния Когда я позволил себе при этом просить Его Величества совершенно успокоиться от государственных дел и забот И придав себя всецело волю Божию приобщиться к святых тайн Он с радостью и неоднократно повторенной благодарностью принял это предложение Сожалея только, что не мог так приготовиться к этому великому таинству Как он вместе с августейшей семьей своей делал это, когда был здоров в великом посту Среди молитв, к которым я тотчас же приступил Государь, одетый пообыкновенному, как здоровый, преклонив колено, делал земные поклоны В таком положении он оставался до окончания исповеди С святых тайн он приобщился в присутствии государя-императрицы Которая сама вместе со мной помогла государю подняться на диван Сиди на котором государь исподобился святого причастия В этот день и следующий за ним августейший больной пережил сильные, хотя и утешительные ощущения 10 октября в понедельник он пожелал видеть отца Иоанна Сергиева, чтобы с ним помолиться А вечером того же дня предстоял приезд в Ливадию высоконареченной невесты государя-наследника цесаревича, принцессы Алисы Гессенской По приказанию Его Величества устроена была ей в Ливадии торжественная встреча с почетным караулом С принцессой Алисой изволила прибыть и августейшая сестра ее великая княгиня Елизавета Федоровна Государь, несмотря на свой тяжкий недуг, старался казаться бодрым и спокойным Для встречи и приема принцессы Алисы он потребовал мундир и, не вздирая на затруднения, причиняемые отеками ног, пошел на встречу невесты первенца сына И сердечным, чисто отеческим приемом сразу показал ей, что встречает ее как родную, дорогую его сердцу дочь Свидание государя с принцессой Алисой было давно желательным Радость встречи была причиной сильного волнения для больного монарха Врачи опасались этого, однако ночь на одиннадцатой прошла благополучно Достопочетный кронштадтский пастор, молитвенник, отец Иоанн Сергеев Глубоко трогательными чертами передает следующие подробности касательно совершения домашней молитвы вместе с больным монархом В письме, обнародованном после кончины государя Я был позван в одиннадцать часов утра Идучи к высокому больному, я думал, как бы мне лучше сердечнее приветствовать царя, тяжко больного А незадолго перед тем я читал послание святого апостола Павла к ученику его Тимофею И в нем особенно мне показались пригодными в моем положении для первого привета царю слова Выражающие величие Господа царя царей От которого все цари получают свою державу и власть над народами 1 Тимофея 6.15.16 Я и запомнил эти слова Вхожу в кабинет его величества Государь встретил меня стоя в шинели, хотя отек в ногах не позволял ему стоять И я так приветствовал его Государь, да благословит тебя всеблагословенный Бог Блаженный и единый сильный Царь царствующих и Господь господствующих Единый имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете Которого никто из человеков не видел и видеть не может Которому честь и держава вечная Аминь После этого я благодарил Государя, что он удостоил меня пригласить в Ливадию и лицезреть его особу Он изволил сказать, что он не смел сам пригласить в такой далекий край России Настолько он деликатен и скромен при своем величии Но когда великая княгиня Александра Иосифовна предложила мне Его слова, пригласить вас в Ливадию, я с радостью согласился на то и благодарю, что вы прибыли «Прошу молиться за меня, я, — говорит он, — очень недомогаю Я отвечал, что считаю потребностью сердца молиться о вашем драгоценном здравии, особенно в нынешние дни вашей болезни А вас молится и вся Россия» Затем он перешел в другую комнату, пригласил меня помолиться с ним И встал на колени Я прошел три молитвы Его величество молился с чувством, склонив голову и углубившись в себя Когда я кончил, он встал, поблагодарил меня И просил в треть молиться Государь был один Когда я уходил, вошла в комнату императрица и приветствовала меня милостиво С 12 октября по 17 государю было настолько лучше, что стали надеяться Что если не на полное выздоровление, то хоть на незначительное улучшение Которое позволило бы больному прожить при известных предосторожностях И строгом следовании указаниям врачей еще целые годы Особенно хорошим признаком считалось отсутствие днем сонливости Хороший сон ночью, аппетит и подъем деятельности сердца, обнаружившегося 15 октября Улучшение здоровья государя императора вызвало в Ливаде и Ялте общее оживление и радость На улицах появились толпы гуляющих, у всех прояснились лица На душе у каждого был точно праздник Известия покупались на расхват и читались с восторгом В понедельник, 17 октября, Ялта с утра особенно оживилась Улицы города запестрели флагами В воздухе разносился колокольный звон, призывая всех к молитве за царя Гражданские военные власти, чиновники разных ведомств в праздничной форме Спешили в храм Божьей церкви, были полны народа Особенно Ливадийское в Арианде, где служил кронштадтский протеерей отец Иоанн Сергеев Русские люди, вспоминая чудесное спасение царя с семьей в этот день, в 1888 году Молились и теперь о спасении его от новой грозной опасности, от тяжкого недуга В дворцовой церкви их величество, государь и императрица, греческая королева с семейством Наследник цесаревич со своей августейшей невестой И прочие члены императорской фамилии, равные все лица, бывшие в императорском поезде во время крушения Слушали сперва панихиду по убитым, а затем благодарственный молебен Конечно, тяжело было всем молившимся чувствовать, что среди них впервые не было государя императора Но тем горячее возносилась за него сердечная молитва В этот день августейший больной сподобился вторичному во время болезни приобщиться к телу и крови Христа Спасителя Приобщал его отец Иоанн Сергий, в которой, в том же письме, сообщает следующее сведение о совершении болящим царем этого священного долга Я не считал своей миссии выполненной, доколе сам не пресечу высокого больного Я нуждаюсь крайне сам в ежедневном пресечении святых тайн И почитаю за великое лишение, если не пресечусь Отслужив 17 октября литургией в Арианде в присутствии высочайших особ Я отправился с чашей жизни вместе с протодиаконом во дворец к болящему Вошедший со святой чашей в помещение его Я слух произнес слова царковной песни Все входит царь славы, все жертвы тайные совершенно дореноситься Верой и любовью приступим до причастницы, жизни вечные будем Когда я говорил слова молитвы, верую Господи и исповедую Государь произносил раздельно и с чувством Каждое слово и благоговейно принял из чаши святые тайны Слеза умиления капнула на его грудь Государь получил большое утешение благодатью Христовую Это было в 9 часов утра, когда мы ушли из дворца Государь и императрица пригласила меня к себе И благодарила за причащение больного Ее не было, когда государь причащался В следующее же воскресенье, когда причащалась Присоединенная через святое миропомазание К святой православной церкви Высоконареченная невеста, наследника цесаревича Изволила вместе с нею причаститься и государине императрица Душа которой, удрученная скорбью, жаждала утешения и отрадов в святом причащении Затем, в следующие дни, 18 и 19 октября, больному стало делаться хуже Я был снова приглашен императрицей и наследником Помолиться за больного в особой комнате В которой была поставлена большая чудотворная икона Божьей Матери С предвечным младенцем Это я и исполнил Вся царственная семья стояла на коленях И молилась со слезами В достопамятный день 17 октября Всем хотелось верить и надеяться Что облегчение, которое почувствовала в густейшей страдали С 12 числа служит добрым предвестием Особенно ободряла и радовала всех вещь, что государь, оставивший было за слабостью сил занятия делами Снова принялся за них Действительно, государь занимался у себя в кабинете даже ночью И 17 числа, прочитав текущие дела, он написал на них собственноручные решения и определения Но светлые надежды опять омрачились грустными известиями Еще в ночь на 17 число государь спал меньше и в течение целого дня чувствовал себя слабее Кушал мало Обычный кашель, которым больной страдал, давно усилился В мокроте показалось несколько крови К вечеру 17-го государю сделалось хуже Ночь на 18-й он провел столь тяжело Что царская семья в ожидании конца не расходилась и оставалась в соседних комнатах 18-го октября в состоянии здоровья государя императора произошло значительное ухудшение Крово-харканье, начавшееся в предыдущий день, при усиленном кашле ночью увеличилось Положение становилось опасным В течение дня продолжалось отделение кровавой мокроты У больного появился ознок, пульс был слаб, дыхание становилось затрудненным Аппетита почти не было Отеки значительно увеличились Государь чувствовал большую слабость Однако мужественно боролся со своим недугом, был покоен Его не покидали обычная бодрость и сила воли Из Ливадии по обычаю выехал и 18-го октября курьер с большим пакетом рассмотренных государем докладов В течение ночи с 18-го на 19-е октября государь-император спал несколько часов Отделение кровавой мокроты несколько уменьшилось Утром 19-го числа, надевший крахмальную сорочку и выпив чаю, великий труженик земли русской хотел заниматься делами, но не мог, чувствуя полный упадок сил В течение дня, впрочем, просмотрены были им некоторые бумаги На некоторых из них он сделал собственноручную пометку В Ливадии и читал В левом легком продолжалось у государя воспаление Пульс был слаб, дыхание затруднено И облегчалось только при помощи кислорода Государь кушал мало, чувствовал большое утомление Чаще, чем прежде, ложился отдохнуть При всем том, государь не жаловался и не терял самообладание Напротив, старался ободрять и утешать окружающую семью Только самые мучительные минуты просил, если возможно, облегчить его страдания Конечно, в это время царственный страдалец не ошибался в оценке своего опасного положения и понимал его ясно Тем более достойна удивления та твердость духа, с которой ожидал он приближения своей кончины 19 октября отец Иоанн скромно отпраздновал свои именины В этот день он встал в 5 часов утра и отправился в Ялту служить в соборе литургию Еще накануне, то есть 18 числа, начали приносить приветственные телеграммы Наплыв телеграмм продолжался в течение всей ночи и всего следующего дня В Ливаде отец Иоанн получил их 289 штук По этим телеграммам видно, как велика слава отца Иоанна в пределах нашего Отечества Видно, с какой глубокой верой вся Россия относится к его молитвам Откуда получились телеграммы? Здесь были бланки с пометками Казани, Воронежа, Астрахани, Москвы, Екатеринослава, Сергиева Посада, Славянская, Дубно, Киева, Литичева, станции Константиновки, Ростова-на-Дону, Одессы, Николаева, Старицы, Керчи, Курска, Тифлиса, Ярославля, Риги, Ставрополя, Кавказского, Пензы, станции Раздельной, Смоленска Не только большие города, но села, местечки, станции все прислали свои приветствия дорогому пастырю Пересислить эти приветствия полностью невозможно, для этого нужна целая книга Как же велика вера людей в силу молитвы отца Иоанна? Это ясно видны из целой серии телеграмм, чтение которых может вызвать слезы на глазах самого черстого человека Вот некоторые из них, из Новочеркасска Два года болен горлом, пища не проходит, питаясь молоком и водой Доктора отказались пользоваться, советуют операцию Благословите, прошу отслужить молебен, ибо имею семь человек детей Из Николаева Постигла нас, бедных, великое горе, отнимают последний кусок хлеба Прошу со слезами на глазах помолиться о нас, Богу, о перемене этого несчастья Из Одессы Муж мой десять лет без должности, имеет четверо детей, страдаю Помолитесь найти должность Из Праги Батюшка, прошу вас помолиться о возвращении рассудка мужу моему Екатерина Слав Помолитесь о выздоровлении единственного умирающего малютки сына Одесса Помолитесь, больная Больная имела одного сына, была надежда Кормились мы, теперь утонул Страдаю, бедность, помогите Эти телеграммы едва ли требуют каких-нибудь комментариев Все они подписаны собственными именами Приводить их мы не считаем себя вправе И вот еще одна телеграмма Город Баку Помолитесь за здравие мусульманина Галидула Мусульманин просит православного священника помолиться о его здравии Был ли в России подобный пример до отца Иоанна? Нет Тысячу раз нет Правда, мусульмане крестились, переходили в христианство Но чтобы больной мусульманин отвращался от Аллаха и Магомета И прибегал к помощи Спасителя Это явление беспримерное Популярность отца Иоанна простирается далеко за пределы России Это доказала целая серия писем, полученных почтенным пастырем во время пребывания его в Ливадии Из Рима, Неаполя, Венеции, Берлина, Вены, Мюнхена и Граца Содержание всех писем совершенно одинаково В каждом из них больной или больная, слышавшая о чудодейственной силе молитва отца Иоанна Обращается к нему с просьбами о помощи против одолевающих их недугов Различия религии не играют здесь никакой роли Католики и литеране обращаются к пастыре с такой же верой в великую силу его заступничества за них перед престолом Всевышнего Как и самые убежденные православные Возьмем любое из этих писем Например, письмо из Граца Ваше преподобие, пишет отцу Иоанну, некая Каролина Р. дочь домовладелицы Более десяти лет страдаю я сильнейшим нервным расстройством, доводящим меня иногда до отчаяния Гасторам мне решительно не помогают Единственная моя надежда на Вашу помощь Неделю тому назад я прошла в нашей газете статью, где подробно описывалась Ваша глубоко христианская жизнь И сообщались сведения о чудодейственной силе Ваших молитв Прошу Вас, не откажите помолиться обо мне и о моей бедной матери-старушке Уже в течение восьми лет страдающей сильнейшей болезнью ног, лишающей ее возможности ходить Отнимающей у нее сон и аппетит Я твердо верю, что Господь услышит Ваши молитвы и освободит нас от этих болезней Прошу Вас еще сообщить нам день, когда будете молиться Мы хотим, во-первых, присоединить свои молитвы к Вашим А во-вторых, сделать посильное пожертвование в пользу наших бедных С руками поднятыми к небу молю Вас Не откажите исполнить нашу просьбу Исцелите нас, несчастных страдалец Приблизительно такого же содержания и другие немецкие письма Из Берлина и Мюнхена, итальянские из Рима, Неаполя и Венеции Приближалось 20-е числа октября, день роковой для августейшего больного И неизмеримо горестный для целой России В этот день всемогущему Богу угодно было в неисповедимых путях своих Прервать драгоценную жизнь царственного страдальца Вечером накануне кончины государя Доктор-профессор Лейдин объявил государю, что ему необходимо пролежать в постели 4 дня На что больной согласился Но улегшись в постель, государь скоро почувствовал беспокойство И захотел спустить ноги Доктор Вильяминов сказал, что нужно спросить Лейдина Который пришел и устроил августейшего страдальца поудобнее Он положил подушки под колено его и уговаривал не вставать, а дождаться по крайней мере рассвета Доктора оставались еще некоторое время, так как государь настаивал на том, чтобы императрица отдохнула Они удалились И государине прилегла на 2 часа Проснувшись, она увидела, что больной продолжает беспокоиться Не раз он просил ее посмотреть в окно Не рассветает ли Ночь проведена была и мучительно, и без сна Около 7 часов государю помогли надеть его обыкновенную комнатную курточку И пересесть в кресло недалеко от балконной двери В спальне же, где он и оставался до кончины День был мрачный и холодный Небо покрылось тучами С утра пошел мелкий дождь Поднялся ветер Разбушевавшееся море точно стонало от сильного волнения Все обещало несчастье Как будто сама природа почувствовала наступление рокового исхода болезни царя-страдальца Такая перемена погоды сильно подействовала на больного Силы начали оставлять его Показалась горлом кровь Дыхание становилось все труднее Все чаще и чаще приходилось прибегать к помощи кислорода В семь часов государь приказал позвать к нему наследника цесаревича И около часа изволил с ним беседовать наедине Государиня императрица была в соседней комнате Но вскоре цесаревич пришел сказать, что государь ее зовет Войдя, она нашла его в слезах и он сказал ей Чувствую свой конец На это императрица воскликнула Ради Бога, не говори этого, ты будешь здоров Нет, произнес царственный страдалец Это тянется слишком долго Чувствую, что кончина близка Он старался ободрить и утешить августейшую супругу в ее горе С нежностью говоря ей Будь покойна Я совершенно покоен И утешая ее любовью, детей и всех подданных Императрица видит, что дыхание царственного страдальца затруднено И что он слабеет Послал за великим князем Владимиром Александровичем И прочими августейшими особами Которые в начале десятого часа все собрались около больного Сознание государь не терял ни на минуту И находил еще силы произносить приветливые слова собравшимся членам царской семьи Благостный монарх каждому из присутствовавших членов императорского дома уделил долю самого милостивого сердечного внимания Вспомни, что 20 октября день рождения великой княгини Елисаветы Федоровны Государь пожелал поздравить ее Когда в свою очередь подошла к больному ее королевское величество Ольга Константиновна Он протянул ей руку и слабо сказал Ольга Константиновна Как и всегда они поцеловались В это время прибыла в Малый дворец прямо из-за границы Августейшая сестра государя Гертогиня Кобурская Мария Александровна Среди беседы со своими пресными государь ни на минуту не забывал о своей душе и о Боге Перед лице которого готовился вскоре предстать Чувствуя душевную потребность углубиться в молитву, он внятно сказал Я желал бы помолиться Тотчас же после этого наследник цесаревич вышел в соседнюю комнату И сказал находившемуся там духовнику его величества протопреститеру Янышеву О желании государя Тогда духовник вошел к августейшему больному и начал читать молитвы Среди молитв пишет отец Янышев, который я читал стоя сбоку несколько впереди государя С лицом обращенным к иконе Слышу довольно твердый его голос Желал бы приобщиться Тотчас же я отправился в церковь Большого дворца В которой хранились заготовленные святые дары И на случайно оказавшейся близ нее свободной коляске возвратился в малый дворец Здесь близ государя сам цесаревич приготовил столик, на который мною поставлены были святые дары И началось среди глубокого молчания присутствующих чтение обычных молитв Предпричастную молитву верою Господи исповедую Государь от слова до слова повторял с ясным сознанием смысл каждого слова и с сердечным умилением Когда я по окончании священнодействия хотел тотчас же удалиться, чтобы государь мог оставаться исключительно среди своей семьи Ему угодно было остановить меня, чтобы неоднократно повторить свое царское спасибо И непременно поцеловать священническую руку, которую он с усилием поднял до своих уст При этом я невольно наклонился к его уху, от всей души высказав взаимно благоговейную признательность его величеству Не за духовенство только, но прежде всего за святую церковь, которую он был неизменно верным сыном и твердым защитником И за все сословия русского народа, которым он посвятил все свои заботы и пожертвовал свои силы К этому я позволил себе высказать твердую надежду, что в небесных вселениях ему уготовано неприходящее царство славы и блаженства со всеми святыми Приобщение святых тайнам густейший больной исподобился в десять часов утра После чего началось прощание с ним всех присутствовавших высочайших особ Духовник его величества удалился в соседнюю комнату, в которой находились доктора В одиннадцать часов положение больного сделалось особенно трудным Казалось, что роковая минута приближается Деятельность сердца продолжала падать, одышка увеличилась Но телесная крепость могущего царя еще раз восторжествовала над злым недугом И его величество почувствовало снова некоторое облегчение Подкрепляя свои силы вдыханием кислорода через некоторые незначительные промежутки времени Государь все время оставался в полном и ясном сознании Около этого времени он пожелал видеть отца Иоанна Кронштадтского, который служил тогда обеднюю в Арианде До прихода пастыря-молительника государь выразил желание отдохнуть С августейшим больным остались только императрица, царевич с высоконареченной невестою и царские дети Прочие высочайшие особы из комнаты Его Величества вышли в соседнее помещение и двери в нее заперли А в густейшем особом, вышедшем из комнаты царя-страдальца, доктор Лейдин сказал малоутешительную весть Что легкие у больного хуже сердца В это тяжкое для всех время вместе с царственным страдальцем боли других болело сердцем и томилась его августейшая супруга На дорогую нам императрицу ужасно было смотреть Такими скорбными словами определяет тяжкое состояние государыни-королева Эллинов Описывая последние часы жизни царя-миротворца На призыв царский вскоре явился в малый дворец отец Иоанн Кронштадтский Я поспешил явиться, пишет он, тотчас по совершении литургии и оставался в высочайшем присутствии до самой блаженной кончины государя По желанию государьной императрицы я прочитал молитву об исцелении болящего и помазал ноги и другие части тела его елеем Этот теле из лампада очтимой чудотворной иконы, пожеланий усердствующих Доставлен был через одного из ялтинских священников для помазания в густейшего больного Приняв с искренней верой это благочестивое усердие, государь-император выразил желание, чтобы я возложил мои руки на главу его И я долго держал их Государь находился в полном сознании, просил меня отдохнуть Но я сказал, что не чувствую усталости и спросил его Не тяжело ли вашему величеству, что держу долго руки мои на голове вашей? Но он сказал мне, напротив, мне очень легко, когда вы их держите Потом ему угодно было сказать Вас любит русский народ Да, отвечал я Ваш народ любит меня Любит, ответил государь Потому что он знает, кто вы и что вы Подлинные его слова Хотя с моей стороны может быть и не скромно помещать эти слова Но так как каждое слово умиравшего монарха дорого для России и характеризует его великую, смиренную, добрую, отзывчивую душу Не счел я справедливым опустить их, хотя, признаюсь, не достоин такого доброго слова великого государя моего В течение последних часов государь, окруженный своей семьей, ни на минуту не теряя сознания, ослабевающим голосом продолжал беседовать с императрицею и детьми Он часто целовал императрицу, под конец же сказал Не в силах даже поцеловать тебя Причем дышал с большим трудом Дети стояли около него на коленях, как и государиня, державшие его руки, которые начали холодеть Государь все просил их сесть, говоря, что они устанут Великий князь Михаил Александрович гладил руку отца, который с нежностью, глядя на него, сказал Душка, но тут же простонал Тяжело, очень тяжело Незадолго перед кончиной государя отец Иоанн снова молился Между тем, как деятельность сердца у больного все слабела И дыхание становилось реже Государиня императрица, ни днем, ни ночью не покидавшая страждущего супруга До последней минуты с непоколебимой твердостью оставалась верна своему чувству и долгу Являясь для русских женщин в течение 28 лет образцом и примером супруги Она до последнего вздоха августейшего страдальца находилась близ него Императрица сидела с левой стороны его кресла на скамеечке, почти колено преклоненное В два часа по полудни у государя усилился пульс и взор его как бы оживился Еще за три минуты до кончины видно было, что государь желал что-то сказать И обратясь к профессору Лейдину, следившему за биением пульса произнес Кислороду Но прежде, нежели Лейдин успел выполнить желание умирающего, государь-император, поддерживаемый за плечи наследником-цесаревичем Склонил голову на плечо государыне, закрыл глаза и тихо в бозе почил Было два часа пятнадцать минут по полудни Такова была праведная истинно христианская мирная кончина благочестившего из монархов Александра Третьего Он предал дух свой Всевышнему Владыке, завещав народу своему благословение мира и завет доброй жизни Он скончался, как жил, как расстаются с жизнью простые русские люди, крепкие своей чистой совестью, своей горячей верой в Бога и в бессмертие души Пастырь-молитвник, отец Иоанн Хронштадтский, свидетель и очевидец блаженной кончины царя-миротворца Такими светлыми чертами изображает ее Он тихо скончался Вся семья царская безмолвно с покорностью воли Всевышнего преклонила колени Душа же помазанника Божия тихо отошла ко Господу И я снял руки свои с главы его, на которой выступил холодный пот Мир душе Твоей, великий государь и верный слуга царя царствующих Не плачь и не сетуй, Россия Хотя ты не вымолила у Бога исцеление своему царю, но вымолила зато тихую христианскую кончину и добрый конец увенчал славную его жизнь А это дороже всего Государь скончался в кругу своей семьи на руках императрицы и сына своего первенца В минуту кончины монарха голова его покоилась на правом плече императрицы, стоявшей коленопреклоненно с левой стороны кресла и державшей в своих руках левую руку супруга Правая же рука государя покоилась на коленях и к ней в минуту кончины склонил свою голову коленопреклоненный первенец его, ныне царствующий государь-император Государыня долго оставалась так без слез и движения, подобно мраморному извоянию, пока с почившим царем прощались родные, члены августейшего дома, чины двора и придворные служители Между тем, духовником его величества, протопреститером отцом Янышевым, благовременно прочитана была молитва об упокоении души в бозе почившего великого государя Тихо опустился императорский штандарт на малом дворце, а за ним и флаги на судах в гавани в знак всенародной скорби Весть о кончине дорогого и незабвенного царя быстро перенеслась из Ливадии в Ялту Скоро и жители отдаленных селений, прислушиваясь к выстрелам, редко следовавшим с крейсера память Меркурия, узнали, что страдания возлюбленного монарха кончились В четыре часа по полудни на площади перед Малой церковью Ливадии протопреститер Янышев прочитал высочайший манифест, в котором император Николай II возвестил народу своему о кончине царя-миротворца и о вступлении своем на прародительский престол Потом отец протопреститер привел к присяге на служение новому государю России особ царской семьи, чинов, двора и войска По принесению присяги первым подошел к святому кресту Евангелию наследник царевич и великий князь Георгий Александрович и за ним другие великие князья После них приносили присягу первой чины двора, свита, придворные чины, находившиеся в Ливадии, войска и собственной его величества конвой Глава восьмая Величие и широта всеобъемлющей любви отца Иоанна Иоанн Отец Иоанну, достойный обильной благодати Христовой, имел особый божественный дар – объединять людей В этом отношении поучительны его посещения аристократических домов Даже в аристократических домах, где обыкновенно все основано на тонких светских условностях Отец Иоанн своим присутствием всех безразличия возраста и положений соединял в одну семью Был такой случай Одно занимающее видное положение в обществе лицо, пригласив почтенного пастыря, забыло все Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!